Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня у нас очередной выпуск программы «Разговор о медицине». И сегодняшняя наша тема – что такое артериальное давление или лечится ли артериальная гипертония? Сегодня у нас в гостях врач-кардиолог высшей категории Наталья Александровна Калагина, заведующая отделением реабилитации областного кардиологического диспансера. И мой первый вопрос такой – Наталья Александровна, скажите, пожалуйста, что такое вообще повышение артериального давления и каковы причины вообще повышения артериального давления? Может быть, это какие-то факторы риска, или это наследственность, или это образ жизни человека? Что приводит вообще к повышению артериального давления? Очень интересный вопрос. Собственно говоря, гипертоническая болезнь, артериальная гипертензия – это и синонимы, и в то же время не совсем синонимы. Поскольку гипертоническая болезнь, то, что на слуху у большинства людей, это заболевание, которое вызвано непосредственно нарушением нервной регуляции сосудистого тонуса. Всех сосудов в нашем организме. Но существует ряд заболеваний, состояний, которые могут также вызывать повышение артериального давления в организме, то есть повышение кровяного давления. То есть провоцировать повышение давления? Да, провоцировать и приводить к стойкому повышению. Такие заболевания называются симптоматическими артериальными гипертензиями. И вот, собственно говоря, первая основная задача врача – разграничить эти два состояния патологических. Определить, является ли причиной повышения артериального давления какие-то заболевания внутренних органов. А это могут быть заболевания почек, это могут быть различные эндокринные заболевания, это могут быть даже врожденные пороки строения сердечно-сосудистой системы, такие как картация, аорты. Это может быть длительный хронический прием различных препаратов, таких как, например, нестероидные противовоспалительные препараты, которые сейчас очень популярны в силу разных причин. И разные другие причины. Если же в результате всестороннего обследования, общения с пациентом, с человеком, врач не находит подобных причин, то уже тогда при наличии стойкого повышения артериального давления выставляется диагноз «эссенциальная артериальная гипертензия» либо «гипертоническая болезнь», как это называли раньше. Но стоит отметить, что по одному однократному измерению артериального давления такой диагноз, естественно, не выставляется. Здесь нужно динамическое наблюдение, как минимум трехкратное измерение артериального давления, спокойных условиях в определенных условиях для измерения артериального давления. Потому что, собственно говоря, оно нужно для чего? Для того, чтобы человек, человеческий организм мог функционировать в разных условиях своего состояния, в разных условиях среды. Естественно, при физической нагрузке, при эмоциональной нагрузке, даже положительно окрашенной, артериальное давление повысится для того, чтобы все органы могли функционировать в оптимальном режиме. В состоянии покоя, в состоянии сна, естественно, давление снижается у здорового человека. Тогда вот такой вопрос, Наталья Александровна. Какие все-таки цифры считать повышенными артериальное давление? И когда человек вообще стоит заподозрить, что у него гипертония? Ну, что касается артериального давления, тоже ходит очень расхожий такой в обществе у нас постулат, что у каждого возраста якобы есть свое давление оптимальное. Но это неправильно, это не так. То есть до уровня 140 на 90 давление считается нормальным. Причем у него тоже есть свои градации повышенные, нормальные, нормальные и оптимальные. То есть оптимальное давление – это 120 на 80 и ниже. Все, что в промежутке 120-130 – это нормальное, и 130-140 – это повышенное нормальное давление. Тут как бы уже мы работаем с факторами риска, которые выявляем, но еще пока не подключаем препараты лекарственные. Все, что выходит за грань 140 на 90 артериальное давление при нескольких измерениях, это уже настораживает в плане наличия артериальной гипертензии у данного человека. Здесь уже нужно искать причины, здесь уже нужно работать с факторами риска, которых тоже немало. Но все-таки есть, наверное, такое понятие, как рабочее давление артериальное. Вы сказали, что надо стремиться к таким цифрам, которые мы обозначили – 120-130, на 90, на 85. Но все-таки есть такое понятие, что рабочее давление. Насколько оно правомерно? Насколько оно правомерно? Да, у человека, который длительно болеет артериальной гипертензией, там формируются уже патологические рефлексы, патологические состояния сосудов, органов. И, естественно, если мы, грубо говоря, у гипертоника со стажем резко снизим давление с его привычного 180 до 120, то ничего хорошего он не почувствует в этот момент и спасибо не скажет. Потому что сразу же будет нарушение кровоснабжения жизненно важных органов, в первую очередь головного мозга. Будет головная боль, будет головокружение, вплоть до потери сознания, вплоть до более серьезных состояний. Поэтому цель снижения плавная, постепенная. Стремимся мы к оптимальному. Получается, это, к сожалению, не всегда. Есть и злокачественная артериальная, есть резистентная артериальная гипертензия. Поэтому, к сожалению, целевых уровней не всегда мы достигаем, но мы всегда стремимся к тому, чтобы достичь оптимального давления, оптимально низкого для данного пациента. То есть понятие рабочего давления, оно приемлемо больше к пациентам, у которых уже выставлен диагноз артериальная гипертония или гипертоническая болезнь. Вот здесь уже есть в какой-то степени такое понятие, да? Ну, мы все равно, мы все равно стремимся снизить. Мы работаем с пациентами. Вот я как врач стационара могу сказать, что у меня бывают пациенты, которые говорят, ой, у меня всю жизнь 300, 280, и мне ниже 180 ни в коем случае, потому что мне будет плохо. Это неправильно, конечно. Действительно. Первые дни мы действительно наблюдаем, что на фоне регулярного приема препаратов, соблюдения режима снижается давление эффективно, но человек чувствует себя плохо, потому что он привык, что у него все время работает насос на таком уровне, и человеку, условно говоря, хорошо. При снижении давления кровоснабжение мозга ухудшается, голова кружится, голова болит, слабость шатает, ему не нравится. Но проходит буквально неделя, и человек уже, у него снижается уровень давления, у него адаптируются все системы под это давление, он чувствует себя лучше, у него повышается физическая активность, повышается толерантность к нагрузке, ему легче ходить, у него меньше одышка, у него появляется настроение даже меняется у человека. Но, тем не менее, патологические какие-то эффекты уже все равно ведут, да? Все равно все-таки при этих повышенных... Это симптоматически, симптоматически, да. Есть ряд пациентов, у которых повышенное давление длительное время никак себя не проявляет, хотя в первую очередь мы, конечно, обращаем внимание, если у человека стойкие головные боли, мелькание мушек перед глазами, головокружение какое-то, даже пониженный фон настроения, потливость, сердцебиение, перебои в работе сердца, то уже надо в первую очередь задуматься о том, в порядке ли давление, в первую очередь его измерить. Вот, кстати, мы с вами, Наталья Александровна, подошли как раз к теме, когда пациент приходит к врачу и его спрашивают, какие у вас жалобы, и он говорит, вот такие-то, такие-то цифры давления. А мы опять, врач опять спрашивает, все-таки жалобы какие-то? То есть, вот наличие каких жалоб у пациента, ну или у человека, да, просто, все-таки должны насторожить, что у человека появилась артериальная гипертония? Ну, вот, в общем-то, довольно часто бывает, что начальные проявления гипертонии не сочетаются ни с какими жалобами. Но как клиницист, вот по своему опыту могу сказать, что наиболее частые жалобы у пациентов – это гипердинамический синдром, сердцебиение, перебои в работе сердца, потом уже появляется какая-то одышка на высоких уровнях нагрузках, то есть человек чувствует, что он уже не так хорошо переносится, справляется с той нагрузкой, с которой раньше он справлялся. Ну, дальше уже идут вот эти вот вышеуказанные состояния, как головная боль, шум в ушах, мелькание мушек, нарушение какой-то остроты зрения, может быть, снижение остроты зрения в более темное время суток. Вот такие симптомы не специфические, и, как правило, симптомы появляются уже, когда поражаются органы мишени. Ну, ведь не зря же гипертонию даже называют молчаливой убийцей, да? Потому что на самом деле она может совершенно бессимптомно протекать, и человек абсолютно не замечает. И поэтому вот мой следующий вопрос, Наталья Александровна, вот стоит ли все-таки каждому человеку, и в каком возрасте, там, может быть, после 40 лет, или после 35 лет, может быть, даже сейчас выскажем об этом телезрителям, все-таки вести какой-то самоконтроль артериального давления, как вы считаете? Ну, безусловно, нужно. И что касается возрастных каких-то рамок, то, естественно, чаще всего, раньше всего гипертонии проявляется у мужчин в возрасте 35-30 даже сейчас лет. И уже в таком вот работоспособном, зрелом, активном возрасте гипертонию мужчин поражает. Считалось, что у женщин все-таки больше она с возрастом прогрессирует, когда снижается гормональный фон, и уже как бы после 55 лет. Но сейчас, в настоящее время, 35, это уже возраст наблюдения за собой. То есть, как все заболевания, все-таки молодеют сейчас гипертония, да? Да, измерение давления, оно должно обязательно быть у человека, тем более, если появились какие-то симптомы. Ну, и в принципе, это очень просто, измерил артериальное давление. Измерение артериального давления сейчас, в принципе, не секрет, все знают, как измерять правильно. И сейчас очень много аппаратов, которые, по сути дела, сами уже даже измеряют и выдают цифры эти артериальные давления. Тогда мой следующий вопрос. А к какому врачу пойти к пациенту все-таки, да, если у него появились симптомы артериальной гипертонии? Или просто вот повышение давления? В первую очередь, конечно, всегда встречает врач-терапевт. То есть, к врачу первичная звена? Да, да, это наша передовая, это первичное звено, это первая линия. Естественно, врачи-терапевты, они хорошо с этим ознакомлены, они знают спектр и симптомов, и факторов риска, и препараты. Естественно, в первую очередь человек идет к врачу-терапевту. И на первом этапе общения с человеком, пока еще не пациентом, врач-терапевт должен выделить, во-первых, вот эти самые причины, которые могут привести к повышению артериального давления. Если же их нет, то принять за отправную точку, что это гипертоническая болезнь у человека, что нередко бывает при наличии наследственного фактора у такого человека. И выявить факторы риска, которые тоже способствуют повышению артериального давления и поражению органов мишеней. А что касается факторов риска, это тоже достаточно известное уже состояние. Это повышение индекса массы тела в связи с ожирением, гиподинамия малоподвижный, образ жизни, вредные привычки, которые уже набили оскомину, но тем не менее это так и есть. Это курение, это прием алкоголя регулярный, это хронические стрессы, хронические длительные стрессы, это возраст, это сахарный диабет. Это очень хорошо, что сейчас как раз Наталья Александровна об этом сейчас сказали, потому что вот то, что мы сейчас перечислили вместе с вами, это как раз уже входит в диспансеризацию. То есть эта тема прямо параллельно идет нашей сегодняшней тематике, потому что как раз сейчас, учитывая то, что диспансеризация проходит ежегодно, после 40 лет, любой пациент, любой человек может обратиться. И здесь как раз выявляется повышенное давление как фактор риска, одного из факторов риска уже в дальнейшем хроническом заболевании, гипертонической болезни. Поэтому, конечно, это очень важно. И скажите, а кто должен тогда наблюдать все-таки пациента, если ему уже выставлен диагноз артериальной гипертонии или гипертонической болезни? Ну, опять-таки терапевт. Опять-таки терапевт. Но кардиологи ни в коем случае не отказывают во внимании таким пациентам. Мы тоже ими занимаемся. Тем более, если в случае длительно существующей артериальной гипертонии уже идет поражение органов мишени, таких как сердце, головной мозг, сосуды. Естественно, мы с этими пациентами тоже работаем, потому что у них часто возникают уже осложнения. К сожалению, такие как инсульты, инфаркты, гипертрофия. То есть, консультации кардиолога, они должны быть обязательно, и они даже присутствуют в видении пациента, но если есть какие-то отклонения в сосудистой системе, если есть поражение в сердечно-сосудистой системе. Церебральный тоже. Церебральный, да, естественно. Если в процессе лечения как-то вот не получается достигнуть того оптимального уровня, естественно, тоже кардиолог не отказывает никому в своем внимании. И очень хочется, конечно, чтобы итогом нашей беседы сегодняшней все-таки у людей появилась какая-то настороженность, какая-то настороженность появилась по отношению к своему здоровью, чтобы они действительно измеряли литеральное давление.